Продолжаем большую тему. Наше совместное вознесение. Палитра ваших эмоций. Вознесенные мастера Иешуа. Здравствуйте, родные мои любимые души. Итак, продолжим разговор о пятой чакре, этой великой тружнице, которая является проводницей во внешний мир всех ваших внутренних устремлений. Для того, чтобы вы лучше поняли механизм энергетического взаимодействия всех ваших чакр, представьте себе тело человека как разноцветный божественный сосуд, разделенный невидимыми перегородками на семь частей по цветам ваших чакр. Когда человек находится в совершенно спокойном и гармоничном состоянии, каждая из них излучает ровный, прекрасный свет. И чем выше вибрация человека, тем шире диапазон этого свечения. Когда же человека обуревают страсти, которые питаются энергиями низших вибраций, то все краски перемешиваются в хаотическом порядке, будто невидимая рука с силой взбалтывает этот сосуд. И вот как это происходит. Энергии той чакры, эмоции которой превалируют в данный момент, устремляются навстречу эмоциям другой чакры. И они подпитывают друг друга. Довольно часто это происходит с третьей и четвертой чакрами. Это случается, когда добрые побуждения человека смешиваются с чувством тщеславия и гордыни. И яркий тому пример благотворительность, совершаемая на публику, или красивые и правильные слова, произнесенные не от души, а для того, чтобы получить одобрение и восхищение окружающих. Но чаще других смешиваются три нижние чакры, поскольку материальные потребности и желания, как правило, сопровождаются стремлением выделиться, самоутвердиться, заслужить уважение и почитание. Такие же эмоции лежат в основе беспорядочных сексуальных побед, которые питают гордыню юных незрелых душ. Встречаются и более сложные комбинации, когда смешиваются энергии верхних и нижних чакр. Как правило, это происходит с талантливыми людьми, явно отмеченными Богом, но которых засасывает дуальный мир со всеми присущими ему атрибутами. И они становятся жертвами тщеславия, поклонения, восхваления, материального благополучия. В таком случае энергии нижних чакр смешиваются с энергиями шестой, а иногда и седьмой чакры. И все они стекаются в пятую, придавая ей некрасивый, негармоничный цветовой оттенок. Поэтому, например, роман, картина или песня, рожденные очень талантливым человеком, но ради денег или славы, имеют уже другую наполненность, в отличие от чистых творений, созданных лишь по велению сердца и души. Чуткий к энергиям, человек всегда почувствует эти небожественные низковибрационные вкрапления, даже в очень талантливом произведении. Так что же нужно сделать, дорогие мои, чтобы избежать энергетического хаоса и помочь вашей пятой чакре излучать чистый божественный свет? Для этого вам нужно научиться отслеживать каждую свою мысль, каждую эмоцию, чтобы почувствовать, что их питает, какую энергию они в себе несут. Процесс этот довольно сложный, но очень увлекательный. Вы удивитесь, насколько богата и разноцветна палитра ваших собственных эмоций. На первый взгляд, самая безобидная мысль может вмещать в себя энергии столь разных вибраций, что окажется, задействованы почти все ваши чакры. И это нормально, родные мои, ведь пока вы еще живете в дуальном мире, далеком от идеальных условий. Именно этот несовершенный мир и помогает вам оттачивать свое мастерство, улавливать все нюансы и все оттенки различных энергий, из которых состоит ваша жизнь. И в следующем своем послании я расскажу вам, как научиться регулировать энергетические потоки, гармонизировать их и подчинять своей воле, любящей вас всем сердцем. Ешуа говорил с вами, приняла Марта, вы прослушали тему палитра ваших эмоций.